Народу Казахстана необходимо осознать, что победить режим Назарбаева можно только всеобщими усилиями. Что для этого нужно сделать? В условиях диктатуры, когда любая публичная политическая деятельность подавляется режимом, мы должны действовать скрытно, создавая команду сторонников, объединенных в ячейки. Уважаемая молодежь, я обращаюсь к вам. Давайте мы построим нормальную, сильную страну, в котором хватит места всем. Более того, это будет важное место для реализации ваших способностей, для построения своего будущего. Это очень несложно, просто объединиться, выйти десятками тысяч и режим падет. Есть штаб демократического выбора Казахстана. Мы с вами постоянно на контакте. Попытка переложить ответственность за страну на своих старших товарищей, на отцов, матерей, она не то чтобы неэффективна, она безуспешна и не имеет никакого смысла. Я недавно прочитал одного блогера, который что-то нападал на пенсионеров, говорил, что это пенсионеры виноваты. Это смешно. Наши старшие поколения в большей степени, они жили так, считая, что это правильно. И другого, потому что они не видели. А вы видите все. Вы знаете, как мир развивается. Вы видите, что спутники американцев летают на Марс. Вы видите все эти технологии. Вы ими пользуетесь, ездите на иностранных машинах. В наше время лучшей машиной была Жигули. Вообще, казалось, нет совершенства, нет более продвинутой машины, чем Жигули. Мы не видели. Любая иностранная машина, которая появлялась в начале 90-х годов, она вызывала изумление, что оказывается, такое бывает. Вы живете совершенно в другой ситуации. А раз вы знаете, как мир устроен, знаете, что хорошо и что плохо, то в этой ситуации очень плохо, что вы не делаете свой выбор, свой шаг. Члены ячеек – это лидеры протеста на местах. При этом они координируют свою деятельность с центральным штабом ДВК, который находится в Киеве и неуязвим для режима Назарбаева. Если цепочку этих действий выполнит каждый из нас, то на следующий же день все начнет меняться на ваших глазах. Как создать свою ячейку? Соберите группу из надежных людей, с которыми вы лично знакомы и которым абсолютно доверяете. Это могут быть ваши друзья, родственники или коллеги. Группа должна состоять минимум из пяти человек. Это ваша ячейка. Выходите на связь со штабом в мессенджерах Telegram или WhatsApp. Создайте в мессенджере группу и назовите ее так, как будет называться ваша ячейка. Добавьте членов вашей группы и одного из координаторов штаба. Снесем режим Назарбаева, действуя организованно и слаженно. Создавайте ячейки. Выходите на связь со штабом в Киеве и Мухтаром Облязовым.